50 килограмм, а один из самых маленьких удерживает гвоздь с гилькой. Самый крупный, по свидетельству очевидцев, весом в 13 фунтов, держал прицепленную к оному пушку весом в один путь. Население городов-заводов занималось производством железа. И ничего другого знать не хотело, кроме своих заводов. Их отцы и деды работали здесь еще во времена крепостного права, и многие должности передавались чуть ли не по наследству. Зато пригороды и поселки промышляли по части камней. Работали камни везде, но центром типичных уральских самоцветов была мурзинка, из копий которой представляли самоцветы на научно-промышленные выставки в Екатеринбург и дальше в Москву, Париж и по всему свету. Каменной болезнью коллекционированием минералов занимались и любители. Один из них – Дмитрий Шорин, обладатель одной из лучших коллекций уральских минералов. Самородки, кристаллы, друзы, щетки, окатыши, наздреватые почки, гладкие плитки – сокровища уральских гор, имеющие один недостаток – в лучших своих камнях – огромную цену. В дню города 2000 в выставочном зале Краеведческого музея была открыта геологическая выставка. Камни уральского региона – топазы, кварцы, шерлы и другие минералы всегда находят своих ценителей. Все камни и подделочные, и драгоценные на Урале называют самоцветами – кварцы. Самый распространенный на Земле минерал. Вокруг нашего города их великое множество. Самый знаменитый – Мурзинский аметист. А это празим – зеленый кварц. За вкрапление, напоминающее мох, он прозван маховик. А если этот же камень пронизан тончайшими иголочками асбеста, то это кошачий глаз. Пириты, пирос, огонь – их часто принимают за золото. Несмотря на красоту, это вредная примесь железных, медных руд, а также золото. Его выжигают промышленным способом. Подделочные камни Урала, мрамор, радонит, перелифт, разновидность агата, мрамор. На этом образце видны окаменевшие остатки кораллового рифа. А это пейзажные яшмы с фантастическими картинами – лунные, морские, горные. Говорят, что порой встречаются точные изображения тех мест, где они найдены. Из драгоценных камней на выставке – голубые топазы. К сожалению, эти тяжеловесы имеют нестойкую окраску и со временем теряют свет под воздействием солнца. Желтые гелиадоры – талисманы скорпионов. Эталон красоты по форме кристаллов. Самые красивые и крупные имеют свои имена. Розовые турмалины – рубелиты. Раньше они назывались сибиритами. Эти нашла крепостная девочка после дождя на дороге. Фантомы горного хрусталя. По ним можно прочитать биографию минерала, его роста, его природной жизни. Меняется среда, меняется раствор, в котором он рос. Все это отражается в его чистоте. Этому кристаллу несколько веков. И, конечно же, малахит – легендарный камень Урала. Его разновидности – тагелит, демидавит. К сожалению, эти исторические названия за камнями в науке не сохранились. А вот плисовый малахит – цвета молодой травы с бархатистой поверхностью. В сказах Бажова в платье из него была одета сама хозяйка Медной горы. Музыка камня – это для посвященных. Красота, колорит, внутреннее свечение минералов рождены вековой силой земли, взятой камнем, день за днем, в течение тысячелетий. С древнейших времен ювелирные изделия, амулеты, обереги изготавливались из самоцветов. И уральские – одни из самых достойных и красивых в этой плеяди. Урал одарен природою с особой щедростью. Нигде вы не встретите такого разнообразия минералов на сравнительно ограниченном пространстве и в таких мощных формах. Не поленитесь и сходите на выставку минералов Урала, чтобы своими глазами увидеть красоту нашей земли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть в музее такая должность хранителя. По служебным обязанностям почти музейные кладовщики, но это не так. Хранители – исследователи. Они изучают музейные предметы, несущие огромный объем информации. Это информация самого разного характера о быте, этике и эстетике своего времени, о социальном положении владельца и его жизненной философии. Она передается через материальную сторону предмета, форму, устройство и многое другое. Но для прочтения нужен особый взгляд – взгляд музейного хранителя. В основе всей работы сотрудников музея лежит музейный предмет. То есть предмет, либо изначально изготовленный как единственный, либо распространенный в свое время и в своей среде. Но дошедший до нас в единичных количествах. Мудрено? Зато верно. Музейный предмет – это первоисточник знания, культуры и образованности для детей и для взрослых. Но для того, чтобы предмет превратился в музейный, ему необходимо сочетать в себе научную, художественную, историческую и материальную ценности. Потенциальный музейный предмет должен содержать в себе несколько критериев отбора – подлинность и уникальность. То есть предмет должен быть распространен в свое время, но дойти до музейного входа в единичных количествах. Следующее качество – профильность. Соответствие предмета направлению работы музея, что при дефиците средств и площадей архиважно. Типичность, то есть распространенность и мемориальность – связь музейного экспоната с людьми и историческими событиями. Ну а теперь скорее к самим музейным предметам. Посмотрите, старые фотографии, они не отпускают лица, лица, портреты. Двойные, семейные, огромная тагильская семья. Лица как лики, благообразные, возвышенный настрой. Эти снимки делались не в суете, не по дороге с работы, в магазин. Принималось решение, и вся семья готовилась. Обсуждались наряды, прически. А дело фотографа было разместить всех по рангу, посоветовать ракурс, позу, а главное – создать настроение. Фотографии в семье были признаком достатка, стабильности. Семейный альбом – символом рода, его истории, фамильного единства. Фотографии украшались надписями, золотыми тиснениями, и в альбом не вклеивались, а вкладывались, чтобы на обороте можно было прочесть надпись. Фотографии имели свои определенные форматы. Очень популярны были фотографии-визитки. Вот такие, которые вставлялись в такое окошечко. Такие фотографии дарились на память. Семейные фотографии и официальные фотографии часто делались на кабинет-портрет. Вот мы сейчас посмотрим, здесь вот форматы. Вот такой формат. Это вот кабинет-портрет. Вот, некоторые фотографы, в общем-то, экспериментировали, показывали. Вот, например, очень редкий формат, и мы здесь видим надпись «Сувенир». Вот она, вечная Атлантида ушедших поколений. Тагильчане – начало века. Горнозаводское население. Пёстрое поселение демидовских заводов из различных губерний России. Сюда, на Урал, привозили они с собой свои обряды, традиции, устои. Всё это отражают старые снимки. Вот идеальная семья. Большая группа родственников разных поколений. В середине деды и родители. А их окружают дети и внуки. Одним из самых популярных в Тагильске был фотосалон Анны Шестаковой. Он оставил после себя огромный и прекрасно сохранившийся фотофонд. Более ста лет этим фотографиям. Отличная реклама для старых методов работы. К сожалению, в 30-е годы 20-го века фотографии, реликвии семьи уничтожались. Семейные архивы, свидетели успешности предков, мгновенно стали источником опасности. Репрессировали эксплуататоров, в кавычках. И любой мог оказаться под подозрением. В те же 30-е начинается эра безымянной фотографии. В городе начинает работать фотоартель. Имена авторов фотографии 20-30-х годов неизвестны. Но новые достижения молодого государства запечатлены на снимках. Первые автомобили на улицах города – вдохновенные лица комсомольских и партийных деятелей. Разрушение храма и вскрытие мощей святого Семена Верхотурского. Тагильчане вместе со всей страной строили новый мир. И объектив фотоаппарата, как в зеркале, отражал его правдиво и доверчиво. Правда, чуть позже фотография попала под цензуру. Она могла стать опасным и ненужным свидетелем. Органы государственной безопасности стали выдавать специальные разрешения на съемку событий внутренней жизни страны. Вот интересна эта фотография. Люди, изображенные на ней, мы сразу видим, что уже это советское время, послереволюционный период. И в то же время мы видим, что это выполнено на очень добротном, красивом бланке, где изображена муза фотографии с палитрой и фотографом. И чуть ниже видим штамп другого фотографа. То есть вот непосредственно эти люди фотографировались у фотографа, который использовал старые дореволюционные бланки. И фотография, судя по надписи, датируется 1923 года. О фотографии, отражающей жизнь такой, какая она была и есть, можно рассказывать еще много. Но нас ждут другие музейные предметы, а значит новые открытия, новые впечатления. Наш город – место многих интереснейших тагильских находок. И одна из самых-самых – это подлинные письма семьи Карамзиных, написанные Андрею Николаевичу Карамзину, сыну знаменитого российского историографа в 1836-37 годах. Письма содержат сведения о событиях предшествующих дуэли Александра Сергеевича Пушкина с Дантесом. Позже, в 1846 году, Андрей Карамзин женился на вдове Павла Демидова, Авроре Карловне, и стал помогать жене в управлении заводами. В 1854 году он погиб в Крымской войне, куда ушел добровольцем. Как письма Карамзина могли попасть в Нижний Тагил из Санкт-Петербурга? История начиналась так. В апреле 1954 года в Тагильском рабочем появилась статья инженера Николая Ботышева о письмах Андрею Карамзину, хранящихся в музее. После чего они были переданы в Пушкинский дом, опубликованы и тщательно изучены. Это была сенсация в литературном мире, об этом говорили на всех языках. Ботышев предполагал, что письма были произведены самим Андреем Николаевичем Карамзину в Нижний Тагил в один из его приездов. Другие исследователи предполагали, что бесценные исторические документы могли остаться в руках его вдовы, роковой Авроры Шернвальд, пережившей двух мужей и сына. Только после ее смерти в 1902 году эти документы поступили в Нижний Тагильский личный архив Демидовых в Санкт-Петербурге, а затем в фонды завода управления. Но тогда почему же только эти письма оказались в Нижнем Тагиле? Аврора Карловна завещала все свое имущество музею города в Хельсинки, и письма вряд ли попали бы в Россию, тем более в Нижний Тагил. История прихода вещи в музей, выяснение ее музейности иногда становится романом, где есть место и счастливым случайностям, и долгому кропотливому труду. С нашим городом связаны истории интереснейших тагильских находок. Так в последние годы в музей-заповедник поступили вещи из семьи богатырев. Именно с этой семьей связана одна из самых-самых тагильских находок – письма семьи Карамзиных, написанную Андрею Николаевичу Карамзину. Письма и вещи поступили от Киры Семеновны Касьяновой, продолжателя рода богатыревых. Михаил Николаевич Богатырев был смотрителем выискового рудника, а сын его Федор Михайлович занимался упорядочением дел Демидовской конторы в Санкт-Петербурге. Он был образованнейшим человеком, великолепно знал заводское и финансовое дело, владел несколькими иностранными языками. Когда семья жила в Невьянске, основатель рода богатыревых Никонор Кондратьевич купил месяцы слов на 1840 год. На чистых листках семья записывала дни рождения и смерти членов семьи и близких им людей, даты поездок, продвижения по службе, заметки о различных приобретениях и другие события. Так создавалась летопись этой семьи. Сын Никонора Кондратьевича, Михаил Никонорович, сделал в дневнике следующую запись. 1881 год, 10 февраля. Отправился на учебу в Санкт-Петербургскую контору Павла Павловича Демидова сын наш, Федор Михайлович Богатырев. Этой чести мог удостоиться лишь тот, кто обладал деловыми качествами и имел хорошую подготовку. Дела у старшего сына шли хорошо. Он занимался финансовыми вопросами в Демидовской конторе, пользовался личным доверием Павла Павловича. В 1795 году Федор Михайлович не раз бывал по делам службы за границей. В 1906 году скоропостижно скончался в Сан-Рема. Дочь Федора Михайловича Богатырева, Ольга Федоровна, в 1937 году после ареста мужа решается на уничтожение семейного архива. Сжигаются дневники отца, написанные по-французски. Письма. Она бросает в огонь записные книжки отца, в которых упоминаются его знакомые и их адреса. Служебные заметки. Летят в печь фотографии. Среди них изображение памятника на могиле Сан-Рема. Сжигаются старые книги, где учтена финансовая деятельность Денидовых. Мало что остается от некогда богатого архива Богатыревых. Несколько старых книг, семейных фотографий и письма Карамдина на французском. Это Ольга Федоровна сжечь не могла. Она понимала место им в музее, и об этом эпистолярном наследии должен узнать весь мир. Ольга Федоровна и передала в музей письма в 1939 году. Именно Федор Михайлович мог, разбирая архивы в Санкт-Петербурге, обратить внимание на письма, но он не успел завершить работу, и поэтому письма вместе с его архивом были отправлены в Нижний Тагил. И вот в музей поступили предметы из этой семьи. Типично уральское изделие, печатки из горного хрусталя первой половины XIX века и вещи, типичные для санкт-петербургского быта. Бронзовый подсвечник «Ника» и колокольчик для вызова горничной. Санетка в виде дамы, а также чайная посуда фарби фабрики Гарднера. Можно представить себе, как при свете свечи в этом красивом подсвечнике и Федор Михайлович с трепетом читает письма на французском языке, раскрывающие последние дни перед трагической гибелью Александра Пушкина. И последняя горестная подробность о роковой вести – гибели обожаемого мужа Авроры Карловны. Был понедельник, когда несчастная женщина получила весть о смерти своего супруга, а на другой день, во вторник, она получает от него письмо, полное веселости и любви на нескольких страницах. Это письмо было помечено 15 мая, а 16-го он был убит. Аврора Карловна прочла письмо вслух всей семье. Удивительное мужество для великосветской дамы. В 1997 году в один из обычных дней в музей пришел человек и принес альбом с большеформатными чертежами церкви святых угодников Николая Павла и Анатолия в Исканникурской церкви. Церковь была построена как родовая усыпальница Демидовых. В ее склепе находилось захоронение пяти представителей династии, а в специальных витринах были размещены фамильные реликвии. Этот храм был первым памятником русско-византийского стиля на Урале. Его строили по проекту архитектора Криха под непосредственным кураторством самого Тона.